Добрый день, уважаемые коллеги! С небольшой загершкой мы тут приступаем. Мы постараемся поскорее рассказывать, потому что надо регламент нам как-то выстроить, немножечко догнать. И сегодня мы с вами поговорим о читательской грамотности на уроках английского языка в основной школе. На примере УМК «Английский язык» 5-9 класс, автора вы видите, я буду покороче, и то, что вы знаете, буду пропускать слайды, вы потом можете их посмотреть более внимательно. Ну, сегодня у нас посвящено функциональной грамотности, я думаю, это уже до меня спикеры сказали, на всякий случай здесь есть, но смотрим, да, что такое функциональная грамотность. Мы помним, мы это осознаём и должны все владеть в разных ситуациях и в разных сферах. И мы с вами остановимся на читательской грамотности. Так как у нас основная школа, то мы будем опираться на международное исследование качества чтения и понимания текста ПИЗа, которое как раз исследует математическую, читательскую, естественно, научную, но уже сейчас и финансовую грамотность и так далее. Какая же разница между ПИРЛС и ПИЗой? Потому что если мы говорили про начальную школу, там мы опирались на ПИРЛС, на исследование ПИРЛСа. И в чём же отличие? Вот как раз на уровне ПИЗа, то есть на уровне основной школы, мы уже переходим к практическим навыкам учащихся и их умению применять академические знания в жизни, в отличие от других международных мониторингов. Вот, например, ПИРЛС, который проверяют уровень академических знаний, заложенный в учебной программе. А, как мы уже ещё раз подчёркиваем, у нас практические навыки и умение применять в жизни. Но читательская грамотность. Мы с вами останавливаемся на читательской грамотности. Так же, как и в начальной школе, оцениваются два вида чтения. То есть чтение с целью приобретения читательского литературного опыта и чтение с целью освоения и использования информации. Читательские умения, они тоже совпадают с младшей ступенью обучения. Это поиск и извлечение информации, это интерпретация и обобщение информации, формулирования выводов и анализы, оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Все вы знаете этот слайд Сукерман Галины Анатольевны. Я тоже не буду останавливаться. Мы по нему тоже пойдём. То есть будем смотреть на все вот эти вот умения. И вот здесь, опять же, хочется подчеркнуть и показать, и вы все это знаете, что читательская грамотность у нас проседает. То есть наше место, место Российской Федерации, мы занимаем 31 место, что не очень хорошо. Потому что вы помните, что на уровне Пирлс мы вообще впереди достаточно высокое место. Входим в лидеры международного исследования. То есть там у нас всё очень хорошо, академические знания очень хорошие, а практически не очень хорошие. И если мы посмотрим динамику, то мы увидим плачевный результат. То есть если в 2000 году мы занимали, получается, у нас было 27-29 место и в 32-х, то сейчас мы из 70 занимаем то же самое место, но никуда не движемся, то есть никуда мы не продвигаемся, не поднимаемся. Почему? Потому что в основной школе, а мы с вами говорим про основную школу, происходит переломный момент. Потому что вообще вы знаете, что в основной школе дети вообще начинают как-то хуже учиться, чем в начальной, чем в старшей школе, потому что нет основных таких стимулов, ни экзаменов, ни интерес к учёбе тоже падает. И в то же время как потери интереса, есть ещё причины экономические, социальные и территориальные неравенства. Потому что если вы посмотрите исследование ПИЗа и посмотрите город Москва, например, место города Москвы в этих исследованиях, то вы увидите, что Москва справляется очень хорошо, очень высокое место, в отличие от всей России. То есть если исследования российские, то вот такие места у нас не очень хорошие, потому что всё-таки оно есть, территориальные неравенства. И ещё возможные причины. Высшая школа экономики проанализировала, что может влиять. Это вот такая позиция, как изменение в системе образования, которое стимулирует учащихся скорее запоминать и действовать по образцу, а не мыслить критически, анализировать, сравнивать, экспериментировать. Это вот ВПР у нас, УГЭ, то есть натаскивание. Вы все помните, реклама, и в лифтах висит, и готовим ВПР. Да, ВПР разве нужно к нему готовить? Это же срез, который показывает, чего ребёнок достиг. А получается, именно натаскивание идёт. Другая позиция – это ужесточение экспертизы учебников, которое не поддерживает инновационных подходов к учебным материалам. То есть очень всё шаблонно, и по шаблону проходят учебники. Ну и, конечно, экономические кризисы, потому что экономическую составляющую никто не отменял. Что же нужно делать? Конечно, нужно анализировать результаты. Конечно, нужно сравнивать результаты ПИЗа с результатами заданиями ЕГЭ, УГЭ, ВПР, учебниками. То есть какие задания предлагаются в учебниках. И на основе этого анализа выделять западающие навыки, группы риска, возможности быстрой коррекции. И если вы посмотрите, конечно, вы уже знаете, это ГОС основного общего образования, тот проект, который всё-таки всё никак-никак не примут, но его примут. И вы видите, что там есть определённые изменения, которые, конечно, у нас происходят с как раз анализом этих результатов. То есть вы видите, там уже у нас не просто понимание основного содержания, не просто понимание интересующее запрашиваемой информации, но также и полное понимание, и читать не сплошные тексты, таблицы, диаграммы, схемы, потому что в настоящее время схемы, диаграммы, таблицы окружают нас везде. И умение их читать, понимать — это всё очень важно, потому что мы с вами говорим о читательской грамотности как части функциональной грамотности. Какие же трудности возникают при чтении у детей? Это формы текста, вы их видите. Это трудности содержания, вы тоже их видите. Но вы помните, должны осознавать, мы все должны осознавать, что нельзя избегать этих трудностей. А мы должны учить детей преодолевать эти трудности. То есть должны нарастать эти трудности, и ребёнок должен с ними справляться, то есть понимать, как работать, если у нас взрастает объём информации, как работать, если у нас месторасположение информации нетипичное. То есть ему этому нужно обучать, чтобы ребёнок был функционально грамотен, именно читательский подком. Трудность поиска и извлечения информации. Конечно, начальную часть, первый год обучения в основной школе, и четвёртый год, пятый год обучения, извините, в основную школу, то есть пятый и девятый класс. То, конечно, если мы сравним число информации, единиц информации, которую надо найти, конечно, оно возрастает. То есть посмотрите, например, для пятого класса предложение, четыре вопроса к тексту и выбор из двух. А для девятого класса, конечно, у нас уже девять вариантов, и при этом у нас multiple matching. То есть тексты у нас пять текстов, и мы должны ещё перекрёстную ссылку делать. То есть смотреть, выбор именно уже идёт у нас и перекрёстный. Трудность интерпретации информации какая может быть? Это число единиц информации, которые надо связывать. То есть мы читаем не один текст, а мы читаем три текста и перерабатываем три текста. Они похожи по содержанию, то есть у них одно содержание, но одинаковое исходное содержание мы должны проанализировать, заполнить табличку, выбор между единицами информации и работаем уже с тремя текстами. Конечно, это сложно на уровне того же пятого класса, именно проработать, чтобы проанализировать. Но на уровне девятого класса, восьмого класса, это вполне под силу. Трудность осмысления и оценки информации. Это тип осмысления. Конечно, сравнивать легче, чем строить предположения. Конечно, если ребёнку не хватает знаний, именно житейских, специализированных знаний, то есть знаний, которые граунда, конечно, ему сложнее. Но всё равно такие задания должны быть. Вот посмотрите, например, задание седьмого класса, когда ребёнок должен предположить. Посмотреть, да, статья из журнала National Geographic World, где мы говорим о животных, которые пришли у нас в города, что как раз очень актуально, и тоже как бы всё повторяется, всё у нас циклично идёт. То есть вот животные, которые пришли в городах, например, во время пандемии тоже. То есть и даже вот этот текст, уже ребёнок, когда отвечать будет на вопрос номер шесть, видите, где стрелочка стоит, почему дикие животные приходят в города? И уже здесь, видите, там у нас ссылочка «Expressing personal opinions», то есть уже идёт вот это мне текстовое знание, то есть уже новый вариант ребёнок может предложить. То есть во время пандемии животные пришли в города, потому что люди стали меньше ходить по улицам, выходить, то есть когда был локдаун. Поэтому, то есть вы видите, как нарастает вот эти трудности, мы не должны их избегать, мы должны детям предлагать возможность справляться с ними, то есть руководить ими и вести их. Трудности при чтении сплошного, не сплошного текста. Они свои, конечно, они отличаются. То есть если этот текст сплошной, то есть подряд идёт текст, что там может быть? Конечно, размер. Если текст большой, в голове держать эту информацию достаточно сложно. Если он нечёткий, то, конечно, структура у него нечёткая, размытое, то есть тоже очень сложно. Если нет подзаголовков, сложно. Если абзацы неявно выделены. Ну вот пример. Да, посмотрите, у нас как раз из седьмого класса оба примера. Текстик. Заголовков нет, но абзацы выделены. И поэтому, когда мы читаем этот текст и заполняем таблицу, мы можем вполне справиться с этим заданием. В несплошном тексте, конечно, объём информации, конечно, форматирование частей текста, конечно, место расположения искомой информации. То есть, видите, какая информация таблично представлена, и нужно ответить. И чтобы ответить и понять, верно или неверно высказывание, да, видите, первый вопросик. То есть эту информацию нужно найти. Вот она стрелочками показана, то есть ни на одной той же улице они живут. Но эту информацию нужно вычленить. И этому, конечно, нужно учить. Вот, например, наличие и отсутствие точного указания трудностей. Как мы этому учим? Можно предложить такой вариант. То есть сама компоновка текста, и визуально мы видим, что вопросы у нас идут сбоку. Вопросы, конечно, идут по порядку, по ходу действия текста, но при этом они располагаются именно так, что можно вычленить, в каком месте находится этот вопрос относительно текста. То есть мы помогаем детям справиться с заданием. Или вот заголовочки, которые у нас показывают, объясняют, где искать. Поэтому, видите, примерчик из восьмого класса, прочитать, заполнить таблицу, конечно, мы можем найти, потому что текстики сами по себе небольшие, чтобы вычленить эту информацию достаточно просто. Не сплошной текст. Конечно, здесь вот самые проблемы возникают у детей. Это достаточно сложное для них умение, да и не только для них, и для взрослых. Многие взрослые теряются, когда вот в этих табличных пытаются найти информацию. То есть этому нужно учить. То есть учить просматривать, учить работать с графиками, учить работать с таблицами, потому что, видите, вопросы, они расположены. Вот здесь как раз не будет линейного. То есть если у нас в сплошном тексте расположение вопросов идёт по порядку, по ходу вещаний, то в не сплошном тексте мы не можем организовать слева направо, по часовой стрелке или как. То есть вопросы идут по значимости, наверное, так, как выстроить, наверное, высказывание, скорее всего. И при этом дети должны ориентироваться в этих графиках, то есть находить. Конечно, вопросы у нас, видите, информация часть в подписях, в графиках, в разных блоках. Этому мы тоже должны учить, потому что мы учим тому, что может встретиться в жизни. И какие же задания нам помогают научить развить это читательское умение, углубить его и усилить? Потому что помните, что читательские умения, они все те же, которые были в начальной школе. Вот первый этап — это найти в тексте извлечь информацию, сообщенную в явном виде. Но мы должны понять, то есть какие задания работают на развитии этого умения. Такие задания как? Определить информационное пространство, где содержится необходимая информация, справочная литература, или интернет, или словарь. И вот мы обучаем на уровне пятого класса. Дети учатся работать с лимбоскарнометическим справочником. То есть увидев информацию, увидев, точнее говоря, пометочку вот эта звёздочка, они понимают, что чтобы найти, понять, кто это такой человек, или что это такое за предмет какой-то, им нужно отправиться в справочник. Но мы должны, конечно, этому научить. То есть как расположен там материал, о чём он рассказывает, где там и что найдём, и давать конкретные задания. То есть видите, например, задание следующее, походу там идёт тоже в пятом классе, прочитайте рассказ из книги, сначала посмотрите следующие слова в лимбоскарнометическом справочнике, потому что нужно понимать, дети делали проекты, о чём они делали. О Кюри, да, мистер и миссис Кюри, Пьер и Мэри Кюри, или о Троянской войне. Исходя из того, какой проект они делали, да, на чем они работали, конечно, будет специфичная лексика. Но для этого нужно понять, кто про что говорит, о Троянской войне или о Кюри. Что такое Троянская война, что такое Кюри, дети могут в пятом классе ещё не знать из других предметов. Или вот, например, у нас та же самая уже на уровне девятого класса, то же самое умение, где мы должны определить информационное пространство. Видите, даже ссылочка есть «Using reference materials», «Making notes». То есть весь текст насыщен лимфо-серновидческими терминами. И задание нужно извлечь явную, и скрытую уже информацию, составить план, таблицу, схему. То есть, прочитав этот текст, то есть, видите, уже звёздочек нет. Мы должны понимать, кто такие люди, осознавать, кто такой у нас Джефферсон, кто такой Уошингтон, кто такой у нас Ли Линкольн и так далее, кто такой Эйнштейн и так далее и тому подобное. То есть мы это извлекаем, и мы эту информацию ранжируем. То есть мы понимаем, что относится к географии, что относится к сфере образования, науки, истории и так далее. Конечно, анализ должен быть, и такие задания должны быть. Или, например, такое задание, тоже извлекать явную, скрытую информацию, составлять план, таблицу, схему. Ну, понятно, мы заполняем таблички, не буду комментировать левую половину, вот правую прокомментирую. Прочитайте. Мы «8 дней вокруг света», читаем рассказ, два три бочек из этой книги, и рисуем маршрут, как мистер Фок планировал своё путешествие. То есть мы должны вот эти вехи, работаем с картой и составляем схему движения. То есть извлекаем информацию, находим на карте, и как раз то, что вот и нужно в жизни. То есть вот здесь как раз и закладывается вот это умение функционально грамотного человека. И, конечно, обязательно мы учим. То есть мы должны понимать, когда ребёнок извлекает информацию в сообщённом явном виде, он должен понимать, почему текст, ответ неверный, почему он верный, или почему в тексте не сказано, если мы должны понимать. То есть мы должны учить детей, что, естественно, будет несовповедение формулировки вопроса-ответа, то есть есть необходимость сделать синонимические, грамматические замены. Например, видите примеры? Первый вопрос, ну, один рассказик. Where did Mr. Wonka get the powder from? И вот разбор как раз у нас на памятке. He made the stuff, he bought the stuff in the shops. То есть он может, ребёнок подумать, шопс, но ответ неверный. Почему? Потому что в тексте сказано When I get it into the shops, а не from the shops. То есть, видите, как раз у нас несовпадение идёт. И, конечно, формулировка не та. Или, например, почему мальчики смеялись на дерево? В тексте идёт информация Two trees have wrapped around each other. А выбрать правильный ответ надо There were two trees in one. То есть, конечно, всё равно на уровне пятого класса это достаточно сложная грамматическая замена. То есть ребёнок должен это проанализировать от сложного, от простого к сложному, чтобы выйти. И, конечно, вот эти вот такие таблички, да, показываем всегда. То есть, чтобы вывести простое на заключение из информации, содержащейся в тексте, конечно, нужно иметь следующее умение. И умения все взаимосвязаны. То есть более сложные базируются на более простых. Если не сформирован умение находить текст информации, сообщённую в явном виде, то, конечно, мы не можем связать отдельные единицы, единое целое. Конечно, мы не можем понять, да, мысли других людей, потому что мы не можем даже найти. То есть, естественно, мы начинаем с базовых, самых низких, вот низкого уровня умений и поднимаемся выше и выше. И очень важно, да, вот это умение вывести простое из умозаключения, из информации, содержащейся в тексте, вот здесь двоякое направление. То есть мы понимаем мысли других людей, выраженные в письменной форме, и при этом мы сами учимся выражать собственные мысли понятно для других, потому что это умение действует в обе стороны. Если ты понимаешь, то есть ты опираешься на что-то, выражаешь свои собственные мысли. Вот вы видите, как на одном примере мы как бы показываем это всё. То есть сначала мы анализируем взаимоотношения между текстами, а потом мы сами учимся их выражать. И, конечно, здесь у нас мы учим логики высказываний, обязательно должны учить. Вот здесь такой раздел, как All About Me, он очень-очень полезен, потому что он организует мысли. Организуешь, когда свои мысли, то учишься понимать и мысли других людей. Интегрировать и интерпретировать информацию и идеи из текста. И здесь вы помните, что интерпретация может быть разной, потому что идеи текста интегрируются с идеями читателей, поэтому обычно не выносятся на контроль. То есть видите, например, последнее задание. What did All About Me mean by the University of Life? То есть каждый ребёнок может вынести что-то своё. У кого-то совпадут, ну там какие-то пары ребят, да, детей, но что-то своё, именно какие-то свои мысли. Или, например, да, вот эти литературные, интерпретировать литературные произведения, понимать мотивы поведения и поступков героев. Конечно, причинно-следственные связи мы должны устанавливать. То есть делать обобщение, формулировать выводы. То есть один из самых сложных приёмов. То есть видите, пример. Хемингуэй, Дэйз Вейдж. То есть почему так назывался? Да, и вот видите задание последнее, которое внизу. А, можно ли вы сказать, что мальчик был храбрым? Он заботился о других? Почему история называется Дэйз Вейдж? Конечно, это интерпретация. Это мотивы поведения, поступков героев. Но такие задания обязательно должны быть, потому что в жизни мы должны понимать, зачем текст написан, какая цель, что туда заложено, какие мотивы у того или иного героя. Конечно, на это же умение работают задания, когда нужно соотнести различные источники, что очень важно в современной жизни. Мы не можем базироваться на одном источнике. Мы должны обязательно сравнить и соотнести. И вот пример. Чтобы заполнить письмо, мы должны использовать информацию из двух других источников. То есть чтобы вывести одно, мы должны проанализировать два источника. Или мы вяжем элементы текста информации, опираясь на собственные опыты знания. Но давайте прокомментирую последнее. То есть помните, из этого Дэйз Вейдж температура у мальчика была 100 and 2 and 4 tenths. То есть мальчик был, конечно, он думал, что он умрет, потому что температура до 102 градуса и 4 была по Фаренгейту. То есть и вот ребёнок должен, мы ему дочитать, и должен проанализировать и перефразировать, интерпретировать эту информацию, перевести её в шкалу Цельсия и понять, какая же реальная была, не реальная температура, а именно температура, понятная нам. То есть это тоже мы должны учить, то есть опираясь на опыты знаний. Если у ребёнка нет этих знаний, мы их даём, и он уже ими владеет. Очень важное задание, которое влияет на развитие этого умения, это интерпретировать значение слова или фразы, которые придают тексту определённый смысл. Конечно, это название произведения. Например, видите, «ноу гамшин». И вот здесь почему так называется? Кто из героев имел практическую смекалку, а кто нет? И какие качества нужно разделить? То есть что относится, если человек «has гамшин» и «has no гамшин», то какой по складу человек может быть? Задание, когда нужно сделать вывод о намерении автора и найти доказательства. Очень-очень хорошо, вот здесь книгу сейчас её часто очень цитируют и говорят, это Матильда Ролда Дала. То есть вы помните отношения вот эти между Матильдой и родителями, между Матильдой и Мисхани и так далее? То есть нужно понять, о чём же эта книга, исходя вот из этого отрывка. То есть о родителях, которые не думают об их детях, или о учителях, которые поощряют читать книги и так далее. То есть сначала мы ребёнка ведём, а потом он уже сам может делать вывод о намерении автора. Конечно, очень важно и очень хорошо для иностранного языка это уметь опознавать, и мы учим произведения иные культурные традиции, находить сходства и различия с родными традициями, потому что это очень важно. Ну, в мультикультурном мире и вообще для понимания других людей. И вот здесь видите такой приём, как jigsaw reading. Каждая группа читает определённый текст, кто-то читает текст про английскую школу, кто-то интерпретирует текст про русскую школу, а затем сравнивает и понимает, что делает вывод, что делает школу прогрессивным. Или, например, текст о газетах в Британии. И нужно соотнести, то есть понять, какие предложения могут быть применены к русской прессе, то есть к российской прессе, то есть опознавать культурные традиции другой страны и находиться со своими традициями. Конечно, здесь у нас на понимание, на трудность таких вопросов влияет, понятно, что установка на полное понимание и когнитивная сложность операции, потому что здесь, конечно, нужно уже включать мозг, то есть интергрировать, интерпретировать. И эмоционально обрабатывать. Но если у ребёнка неразвитое умение находить эту информацию, делать выводы, умозаключения, то, конечно, он не сможет интегрировать и интерпретировать. И самый сложный уровень — это осмысление, оценивание содержания и формы текста. Это сопоставление, задание на сопоставление авторских идей с идеями информации из других источников. Вот есть очень такие задания, конечно, это сложный уровень, но они должны присутствовать. То есть про национальные парки ребёнок читает в США, в Британии и сравнивает, да, там какие, в другой стране какие, потом сравнивает со своими уже парками в нашей стране. И такие задания, как критический взгляд на прочитание, то есть посмотреть на текст со стороны, соотнести написанный автором с картиной собственного, собственной картиной мира. То есть стихотворение о музыке, с чем автор сравнивает музыку. Интерпретируй эти сравнения и выбери то сравнение, которое ты считаешь лучшим. То есть критически смотрим на текст со стороны. Обратите внимание, что, конечно, вот задание, когда три звезды, как бы, да, они помечены, то есть самый высокий уровень, когда мы осмысливаем и оцениваем содержание и форму текста, конечно, это задание повышенной трудности. Видите, оно в учебниках помечено с лицательным знаком, более сложное задание. Но не всегда. То есть вот видите, то есть на текст со стороны мы смотрим, мы анализируем слова, которые вот содержание, да, форму текста, как автор используется, тот же Роу Далл в Матиде, как он использует слова «вотш пиаглы» и так далее, и что они говорят о героях этого рассказа. Или, конечно, мы должны отделять свою точку зрения от позиции автора. То есть мы должны понимать, что является позиция автора, а чем мы сами наделяем. Потому что очень часто ребёнок, да и взрослый, он может думать, что как бы это автор так мыслит, а на самом деле это его собственные мысли. То есть надо понимать, когда мы предлагаем и мы анализируем вот задание, которое более низкое, да, вот задание, я имею в виду, по расположению на странице на таком бежевеньком фоне. То есть надо понимать, вот эти предложения, они являются точкой зрения автора, являются фактом, существующим в жизни, или являются мнениями других людей. Вот это очень важно, конечно, этому надо учить. Или, да, видите, предложи альтернативный заголовок по стихотворению. То есть вот мы как бы создаём с опорой на читательский жизненный опыт свой мини-текст. Заголовок — это тоже мини-текст. Или, да, вот мы делаем вывод, мы думаем, что у нас является правильным summary of the story. То есть опять же мы отделяем свою точку зрения от позиции автора. Или формулируем суждение, которое основано на знаниях, идеях, установках, выходящих за рамки текста. Конечно, это умение уже именно требует... Вот тут тоже опять проявляется вот эта читательская грамотность, эмоциональная грамотность. Очень такой классический рассказ. То есть если посмотреть на разные рассказы, которые существуют в литературе, «Союз рыжих», то он очень интересен с точки зрения получения работы. То есть вот этот герой этого рассказа, он допустил все возможные ошибки, когда он нанимался на работу. То есть видите, получается, да, что было подозрительно? Конечно, видите, опять задание с выписательным знаком. Что было подозрительно о объявлении на работу? Что было подозрительно о интервью, когда он нанимался? А что следовало было сделать мистеру Уилсону, чтобы не попасть в такую ситуацию? То есть именно, что, конечно, вот здесь ребёнок... Ну, это является продолжением учебника, а в учебнике мы говорим о том, как вести себя на интервью, что нужно знать для того, чтобы работодать, или то есть какую информацию нужно собирать перед этим. И вот эти все знания и установки как бы мы уже преломляем вот в этом тексте. Опять же, да, вот эти трудности, конечно, мы должны ими преодолевать, именно понимать и учить их преодолевать. Да, вот посмотрите, они тоже, как всегда, конечно, основываются на более базовых, более простых умениях. И одно уже такое, как бы к более сложным приходим вариантам — это тексты разных форматов. Конечно, видите, не сплошные тексты. То есть нам нужно представить информацию в табличной форме. Конечно, использовать словарь, или словарь — другой формат. Конечно, мы с ним работаем для иностранного языка. Это очень-очень тоже такое нужное умение. Или посмотрите, мы работаем с тем газет анализируем, читаем текст и смотрим, и соотносим, с чем, если нужно, там исправить что-то в этой стенгазете относительно текста. То есть мы анализируем не сплошной текст. И вот тоже такой пример. То есть мы анализируем три текста об одном и том же природном явлении в Национальном парке Эвак Лейдс. И у нас три текста — отрывок из энциклопедии, отрывок из объявления рекламного и художественный рассказ. То есть, видите, мы анализируем, то есть мы уже интерпретируем и смотрим, где у нас прилагательные, как они описывают это. То есть анализируем разные виды текста об одном и том же. Или видите, вот такие виды текста. То есть и статистические данные, и газетные, ну, вариант программы, да, в газете или в журнале. Или у нас инструкция тоже, мы должны понять, как с ней работать. И, конечно, раз мы анализируем этот тип текстов, конечно, мы должны уметь создавать письменное высказывание. Помните, у нас же было «умеем создавать логически выстроенное письменное высказывание, умеем понимать». Вот на основе текста мы создаём письменное высказывание. И самое как раз жизненное «зачем?» Это различные жизненные ситуации. Помните, у нас есть для собственного удовольствия чтение и тоже какие-то практические, интеллектуальные, личные интересы. То есть программу мы читаем не для того, чтобы насладиться текстом, а для того, чтобы найти нам, есть ли там что-то, фильм какой-то или спортивная передача и так далее. Инструкцию, как бьюти-средством, мы читаем, чтобы понять, как его использовать, погодится оно нам или нет. То есть вот этому мы и учим, понимать это, читать. Но, конечно, для общественной ситуации на этапе основной школы, конечно, сложновато. Вот здесь пример я показываю из старшей школы, потому что здесь, конечно, делать выводы, то есть задания, которые работают на это умение, это уметь анализировать, делать выводы, анализировать официальные документы. Конечно, официальные документы на иностранном языке в основной школе очень сложно. А в старшей школе уже вполне возможно. То есть, видите, перепись населения, нужно проанализировать тренды, да, какие идут, и сделать вывод. То есть это уже у нас вот такое вот задание. Оцениваем форму, оцениваем язык. То есть вот пример как раз тоже из той же Матильды. Да, видите, нужно найти. Помните у нас умение найти те же варианты, перефразированные. То есть найди вариант и как он выражен в тексте. I would mind, he said. А в тексте I would mind, he snapped. То есть вот мы анализируем и понимаем отношения автора. Или та же разница между американским, британским или другими любыми вариантами. Ну и завершаем как бы высказывание на своё выступление. Самое, ну, одно из таких важных, да, с точки зрения учителя, это, конечно, эффективно и разумно использовать время на уроке для развития умения читать, для формирования, развития читательской грамотности. Потому что доказано, что важно не количество времени на обучение чтению, а качество проводимого обучения, профессионализм учителя. То есть помните, вот, да, тоже, как я говорила уже, Тулат Грэд Хэрид Лейк, задания в ней для чтения связаны с темой урока. То есть мы продолжаем работать над теми же грамматическим материалом, а у нас были фразовые глаголы, лексический материал урока. Задания должны быть, ну, как я их называю, упражнения два в одном. То есть мы работаем и над умениями, и над навыками в одном упражнении. То есть обязательно должна быть установка перед текстом, проблемный вопрос. То есть как вот этот мистер Уилсон получил свою работу? Ну, вот так вот, да, прочитал объявление, не проанализировал и получил. А отвечая на вопросы, находя, извлекая информацию, мы должны панализировать, верно или неверно, мы работаем с фразами-глаголами. Видите, вот эта вставочка, плашечка, это ответы книги для учителя. И у нас фразовые глаголы встречаются или в тексте, или вот здесь в вопросах. Те фразовые глаголы, над которыми мы работали в учебнике. То есть, видите, работаем над читательской грамотностью и в то же время работаем над те же навыками, грамматикой, лексикой урока, то есть продолжаем это расширять, потому что должно быть всё концентрировано, должно быть хорошо. Спасибо за внимание. Да, вот я тут постаралась ускориться. Спасибо большое. Сейчас посмотрю, если кто-нибудь вопросы мне там скинут, их на WhatsApp или нет. Или есть там вопросы, наверное, их нету, я думаю. Потом проанализируйте, посмотрите. Да, если вам что-то непонятно, обращайтесь вот к нам, да, на интернет-поддержку, на имейл можете писать авторскому коллективу. Вот QR-код я тут прилепила, где можете найти информацию и ещё посмотреть, да, какую-то информацию и презентации, которые могут вам тоже полезны. Спасибо. Завершаем. Продолжение следует...